Привет! Я Маша, а это мои книжные покупки. Около 30 минут назад я в течение часа записывала данный ролик. И когда я решила посмотреть отснятый материал, всё ли там хорошо, я увидела, что картинка оставляет желать наилучшего. И отдохнув, собравшись силами, поплакав, ладно, я шучу, я снимаю заново это же видео. Потому что, как-никак, оно на моём канале по счёту 50-е. Представляете, полсотни видео на моём канале. И мне кажется, что нужно его сделать предельно красивым. Конечно, это касается не только 50-го видео. В принципе, хочу, чтобы было всё хорошо, но это такое лирическое отступление. Как раз-таки, пока мы не начали погружаться в мир новых книг, моих покупок, я попрошу вас поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно, а каналу особенно важно, потому что ваши лайки и подписки смогут его продвигать. А особенно это важно после моего долгого перерыва. Да, до сих пор канал потихоньку восстанавливается после этого. А теперь берите прохладительные напитки. Ведь на улице жара, не знаю, как у вас, но у меня в городе уж точно. Свой прохладительный напиток, воду я уже порядком выпила из-за первых съёмок. Как видите, у меня тут уже и помада на трубочке побывала. И давайте начнём смотреть на мои покупки. Кстати, я немножечко поменяла кадр. Как видите, книжный шкаф слегка вбок ушёл. Просто хочу что-то немножко новенькое, такое свеженькое попробовать. Вот. Итак, мои покупки разделились на несколько категорий. Такие необычные, но очень-очень классные книги у меня получились. Я вам сейчас их покажу обязательно. Просто какие-то из них стандартного формата в твёрдых обложках. Какие-то из них маленькие и мягкие, какие-то просто мягкие. Сразу же поясню, что для меня очень необычно покупать мягкие обложки. Кто со мной достаточно давно на канале, знает, что я их вообще не переношу. Вернее, не переносила. Тут на меня что-то нашло, и я скупила достаточно приличное количество книг. Именно в таком оформлении. Потому что мне очень понравилось читать. Мягкие обложки классно держатся в руках, ложатся в руках. Их удобно читать, удобно носить с собой. И, в общем, да, всё по порядку. Всё по порядку. Первая моя книжная покупка — это Тесс Герритсон и её «Призрак ночи». Данное произведение я покупала в Москве в самом начале июня, когда туда прилетела. Потому что прилетела я с одной-единственной книгой. И я решила, что... О нет, о боже, мне этого не хватит, конечно же. Я побежала в дом книги. Увидела Тесс Герритсон. Решила прочитать аннотацию. И из-за неё и купила это произведение. Совершив жестокую, непростительную ошибку, Эйва покидает Бостон в попытке убежать от мучительных воспоминаний. Надеясь, что уединённая жизнь поможет ей прийти в себя, она арендует старинный капитанский дом на побережье, чтобы закончить свою книгу. Но покоя нет и здесь. По ночам ей слышатся странные звуки и странные видения посещают её. Когда на свет всплывает история этого дома, выясняется, что все женщины, которые жили в нём прежде, единственным образом погибли или исчезли бесследно. И в этом замешан первый владелец дома, капитан, чей призрак тревожит уединение Эйбы и желает то ли погубить, то ли спасти её. Жутко интригующе, жутко интересно. Здесь побережье, здесь старинный особняк со своими тайными секретами. Призрак капитана, какие-то внутренние проблемы у главной героини. Вот эта вся атмосфера тумана, моря, чаек. Боже мой, мне кажется, это просто потрясающе. Я всегда любила данную атмосферу. И, конечно же, когда я увидела, что Тесс Герритсон написала книгу по данной любимой моей тематике, решила её приобрести. Я прочитала произведение и, забегая вперёд, могу лишь сказать, что не советую знакомиться с данной писательницей именно с призрака ночи. Потому что есть кое-какие особенности, можно сказать, у данной книги. В принципе, все остальные эмоции, впечатления я расскажу вам в прочитанном. А пока просто знайте, что лучше начинать не с этой. Далеко не уходим от творчества Тесс Герритсон. Её сад костей, который я тоже приобрела в июне на Озоне, когда там была какая-то распродажа или нет. Но, в общем, данная книга обошлась мне буквально в 200-300 рублей. И это же по цене чашки кофе. Ну, это бесценно. Она пришла мне в идеальном качестве. Все страницы не порваны, углы не помяты, всё на месте, суперобложка тоже не мятая, не порванная. И это было такое счастье. После тяжёлого развода Джулия хочет начать новую жизнь. И покупает приглянувшийся старый дом в пригороде Бостона. Взирая на то, что прежнюю хозяйку нашли на участке мёртв. Джулия самозабвенно возделывает свой садик и натыкается на скелет, пролежавший в земле около двух столетий. Судмитэкспертизы сообщает, что это была молодая женщина, которая погибла насильственной смертью. Факт не слишком приятный для владелицы дома. Две смерти на одном и том же месте при невыясненных обстоятельствах. Однако на них проливают свет старые документы, оставшиеся от прежней хозяйки дома. Постепенно перед Джулией раскрывается таинственная история известного в XIX веке хирурга, талантливого поэта Оливера Вэндала Холмса и вестэндского потрошителя. Я думаю, многие догадываются, чем меня заинтересовала эта книга. Вестэндский потрошитель, XIX век. Вся эта атмосфера тёмная, слегка такая грязная, гнетущая, мрачная и, возможно, даже в какой-то степени безнадёжная. Ну и убийство. Убийство, маньяк, город в ужасе. Конечно, конечно, я покупаю эту книгу. С ней я также ознакомилась, и это было потрясающе. Вот с этой книги можно знакомиться с Тесс Герритсон. Но будьте внимательны. Анотация, которую я вам зачитала, не совсем соответствует тому, что находится внутри произведения. Тут по большей части описывается, что Джулия развелась с мужем, нашла кости в саду. И вот теперь выясняет, откуда это. И может показаться, что Джулия — это главная героиня, и всё вокруг неё будет закручиваться. Но нет, нет. Большая часть, конечно, приходится на XIX век, на Бостон, на всю эту атмосферу. И эту книгу нужно начинать именно из-за атмосферы Бостона, из-за XIX века, врачебной тематики, которая там, конечно же, прослеживается. Я даже подумываю снять отдельное видео по творчеству этой писательницы. Единственное, что я прочитала, всего три произведения у неё. Но думаю, когда ещё хотя бы три прочитаю, ознакомлюсь, смогу вам рассказать и дать такой мини-гайд по Тесс Герритсон. Потому что, на самом деле, мне кажется, что он на BookTube, и в принципе, данная писательница получает незаслуженно мало внимания. Классно пишет, грамотно, очень интересный сюжет, интригующие темы. Просто вау! Мне кажется, большинству такое нравится, особенно на осень-зиму. Будет прям классно. Так что, если вам нравится моя вот такая идея, можете написать в комментариях, поддерживаете ли вы мою такую инициативу, я бы с радостью, наверное, такое сняла. А следующая книга достаточно нестандартная для меня, нестандартного жанра. Потому что это Андрей Рубанов и его «Хлорофилия и живая земля». «Диалогия в одном томе». Это русская фантастика, как я поняла. И я такое вообще не читаю. Приобретала данное произведение на книжной ярмарке в Москве в начале июня. Увидела. Стоила она, конечно, бешеных денег. По-моему, рублей 750. Ну, для меня это, правда, очень много для книги. Такой, ну, простой, я не знаю. Ну, реально простой. Но, когда я гуляла среди рядов, увидела стенд с творчеством Андрея Рубанова, руки потянулись именно к этой книге. Я не знаю, почему. Я просто взяла, пила и ушла. Правда, через неделю я захотела вернуть данное произведение. Но потом все-таки решила оставить. В общем-то, ладно. Она у меня в руках, и это что-то значит. Россия. 22 век. Все население переехало в столицу, а Сибирь сдана в аренду китайцам. Никто никому ничего не должен. Девиз, под которым живет Россия-Москва на китайские деньги. А однажды, за двое суток, Москва поросла травой из телебашни. Савелий Герц, специальный корреспондент журнала «Самый-самый», узнает по своим тайным каналам. Китайцы уходят из Сибири. Что ждет страну в будущем? Одно, пока не вызывает сомнения. Трава безобидна для человека. Но так ли это? Ну, и продолжение «Живая земля». Да, там, скорее всего, будут показаны события, будущее, какие-то последствия вот этой самой хлорофилии. Звучит интересно, правда. И я сейчас очень влюблена в эту тематику. Растения, вот это что-то такое фантастичное, но в меру, в меру. Все благодаря одной книге, которую я недавно прочитала. Но о ней мы поговорим позже, я ее тоже обязательно покажу. А пока что да, как-то вот так. Перерыв на воду, не забываем. А теперь перейдем к книжкам-малышкам, как я их называю. Четыре книги, и я буду показывать вам их в порядке, в котором покупала, чтобы не запутаться. Книга со своей историей. Это Дафна Дюмарье, ее сборник рассказов «Птицы» и другие истории. Как вы можете заметить, книга пребывает в не очень хорошем состоянии, а все потому, что эта книга не новая. Мне ее продала одна женщина на Авито. Дафна Дюмарье, как писательницу, я просто невероятно сильно люблю, обожаю. И я хотела познакомиться с данным сборником рассказов. Но, к сожалению, когда я начала искать его в онлайн и физических магазинах, я ничего не могла найти. Просто нет нигде этого сборника. Я заходила в «Читай город», спрашивала, есть ли птицы. Мне говорили «нет». Во всем городе? Мне говорили «да». Я заходила в «Дом книги», и все повторялось. Вот я такая немножко печальная, решила зайти на Авито, вспомнила про это приложение, вдруг неожиданно. И да, и вправду, там продавалась вот такая вот книжонка, потрепанная жизнью за 50 рублей символических. Я поехала в этот же вечер и забрала ее. Я не любитель букинистики вообще. Я не люблю книги с историей, вернее, с чужой историей. Я люблю как раз-таки новенькие книги покупать и уже вкладывать как будто бы свою энергетику в них. Но это станет исключением, потому что сейчас я не знаю, будут ли переиздавать «Дафна Дюмарье» или дополнительный тираж, например, этого сборника, будет или нет, а прочитать у нее все произведения, конечно, хочется. И куда приятнее делать это не в электронном формате, а в печатном. Я прочитала этот сборник, каждый рассказ. Некоторые мне запали в душу, все расскажу в прочитанном, но это определенно стоило того. Следующие две книги я покупала, когда охотилась за книгами. Вот в этом самом видео можете перейти и посмотреть. Видео получилось классным и веселым, так что если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Из магазина я унесла следующие книги. Это Уильям Шекспир и его сонеты. Необычный для меня жанр, очень интересно с таким, в принципе, знакомиться, читать. И очень классно, что тут сонеты идут на иностранном оригинальном языке и далее они переведены на русский. Это очень круто, я считаю, потому что все равно интересно и оригинал почитать на английском языке и посмотреть, как это самое чудо, каждое из них было переведено на родной язык. Шекспира-поэта очень высоко оценили уже знатоки литературы, жившие в его время. Они уподобляли Шекспира великим писателям античности. Больше похвалы нельзя было придумать в эпоху Возрождения, когда искусство античности считалось высшим образцом. Не знаю, стоит ли что-то еще говорить по поводу этой книги. Очень удобно будет носить ее с собой в сумочке, например. Или положить на прикроватную тумбочку и открывать ее, когда на меня нахлынет какое-то вдохновение, что-то такое почитать, шедевральное, достаточно сложное и глубокое. Да, вот я решила себе такое приобрести, чтобы у меня было. И вторая книга, это моя, опять же, любимейшая Дафна Дюмарье, моя кузина Рэйчел. Я сейчас нахожусь в процессе прочтения данного произведения. Больше половины уже мною осилена. Ох, что я могу сказать? Конечно, Дафна, как писательница, это просто, я не знаю, что-то невероятное. Я не смогу описать словами, но как божественно, правда, не побоюсь этого слова, божественно, пишет романы, рассказы. Мое сердечко просто в восторге. Детективная интрига, разворачивающаяся на фоне лирических пейзажей Корнуэлла и живописных картин Италии в 40-е годы 19 века, сочетается с необычной любовной драмой, в центре которой ревность во всех ее ипостасиях. Каждым поворотом сюжета читатель все больше теряется в догадках, кто перед ним – жертва несправедливых подозрений или расчетливая интригантка. Речь, конечно, здесь идет о кузине Рэйчел, о какая-то невероятная девушка, женщина. И хотя бы только ради слога писательницы можно взять и прочитать данное произведение. Если вы еще не знакомы с Дафней Дюмарье, я не знаю, почему вы до сих пор этого не сделали. Ну и последняя, неформатная, маленькая и в мягкой обложке книга – Андрей Яковлев «Страна отходов». Книга прямиком по моей специальности. Если кто забыл или не знает, я учусь на эколога-инженера. И, в принципе, меня это действительно интересует, такие темы. Очень-очень хотела бы разбираться в них, и это, в принципе, как для общего развития тоже полезно. Вот я решила, почему бы и нет. На сайте мне казалось, что это книжка, ну, обычного стандартного формата, не такая маленькая. Но это даже и круто. Я представляю, как осенью я буду носить ее на учебу и читать в перерывах между парами. Кажется, это должно быть увлекательно. Журналист Андрей Яковлев узнал о нашем мусоре все. Посетил свалки, сортировочные станции, поговорил с экологами, чиновниками и предпринимателями. Что происходит после того, как вы бросаете ненужные вещи в бак? Чем нам грозят дым и зола мусоросжигательных заводов? Как государство воюет с активистами? И почему невыгодна переработка? Согласитесь, звучит очень интересно и любопытно. Ах, хочу уже поскорее начать с ней знакомиться. И теперь я готова перейти к не менее прекрасным книгам. The Eastland of Sea Woman, Лиза Си. Книга на иностранном языке. Достаточно необычна для меня, хотя, если честно, у меня есть и не одна книга на английском. Но таких серьезных произведений, вот как наши какие-то такие книги, вот только зарубежные, нет, таких еще у меня не было. Здесь рассказывается о двух девушках, которые имеют различный бэкграунд, различный багаж опыта за плечами. Но они обе находятся в коллективе по дайвингу в какой-то группе. И, естественно, они как-то взаимодействуют друг с другом. У них завяжутся какие-то отношения, не знаю, дружеские или нечто большее. В принципе, это все, что я могу сказать по поводу этой книги. Я не буду зачитывать аннотацию на английском. Я поберегу ваши уши. Английским я не занималась уже года четыре. Хотя раньше у меня был очень высокий уровень, потому что на протяжении шести лет точно я им занималась регулярно. Но, как говорится, когда ты не повторяешь что-то, не укрепляешь свой навык, он уходит куда-то на задний план, исчезает вовсе. Но мы сейчас не о грустном и не о моем английском, а о книге. Мне очень нравится, как она выглядит. И знаете, что вызывает у меня мурашки по телу? Так это печать. То, как английские буквы смотрятся на бумаге. Я не знаю, почему меня приводят в такой дикий восторг. Очень красиво, очень красивый шрифт. Безумно, просто безумно. Книгу я покупала за 550 рублей, что, согласитесь, безумно дешево. Потому что в том же самом доме книги зарубежные произведения стоят где-то от 900 рублей, от 1000, наверное. Оно, в принципе, и понятно, чем обуславливается. Но как бы неприятно, согласитесь, за одну книгу так много отдавать. Так что я очень довольна своей покупкой и жду, когда я морально буду настроена на то, чтобы погружаться в эту историю. Дебютный роман автора Рори Пауэр, который называется «Дикие». Это то самое произведение, о котором я говорила немного ранее. Отминала то, что мне после одной прочитанной книги захотелось погружаться в какую-то фантастику. Здесь очень интригующий сюжет. Вы только послушайте аннотацию. Уже больше года школа-пансион для девочек на острове Ракстер находится в карантине. Из-за неизвестного вируса почти все учителя погибли, а тела Гетти и ее одноклассниц мутировали. Резанные от мира девушки не покидают стен школы. Все, что им остается, это ждать обещанного лекарства. Но когда лучшая подруга Гетти пропадает, она готова пожертвовать всем, лишь бы ее найти. Я купила эту книгу только потому, что мне безумно понравилась аннотация, сюжет очень интригующий. И как оказалось в итоге, мне это безумно-безумно нравится. То есть какая-то тема выживания, то, что люди, девочки, остались отрезаны от мира, ищут какое-то лекарство. Происходит какая-то борьба на этом острове Ракстер, у них появляются какие-то новые правила. Им же нужно как-то спасать себе жизнь, что вообще за болезнь такая, как она мутирует. Это вообще очень классно. Кстати, эта книга тоже от Popcorn Books, как и Страна отходов, не помню, упомянула я это или нет. Но, в общем-то, это посылка, которая мне пришла от данного издательства. Я заказывала себе пять книг, и вот это одна из них. Мне очень понравилась обложка, аннотация, и я прямо сразу же добавила ее к себе в корзину. Очередная книга по моей специальности. Это «Необитаемая земля» Дэвид Уоллес Уэллс. «Жизнь после глобального потепления. Что будет? Что произойдет с нашей планетой?» Все намного хуже, чем вы думаете. Дэвид Уоллес Уэллс провел масштабное исследование и узнал, как именно потепление повлияет на нашу жизнь в ближайшем и далеком будущем. После прочтения этой книги не остается сомнений. Мир на пороге катастрофы, в которую человечество упорно отказывается верить. Тут также есть отзывы в конце на обложке, и написано, что это потрясающая книга, глубокая книга, которая заставляет меня смотреть в будущее одновременно с ужасом и надеждой. Я сейчас быстренько прочитала все отзывы, и могу сказать одно. Эта книга отрезвляет. Она заставляет посмотреть людей на то, что происходит с их родной планетой, с их землей. Мы все на ней живем. Неважно, какая раса, национальность или вера, мы все находимся на земле. Надо ее беречь и уважать. Иначе в будущем нас ждет нечто просто ужасное. Я как можно скорее хочу ознакомиться с необитаемой землей. Очень интересная аннотация. Еще посмотрите на обложку. Минимализм просто. Мой самый-самый любимый. Очень красиво выглядит. Страшно, если честно, после прочтения отзывов стало грустно. Потому что живешь и не задумываешься об этом, не задумываешься о мусоре, который оставляешь после себя. Будто это так и надо всегда. Но а какие последствия это все имеет, очень хочу скорее прочитать. Но на это надо, наверное, настроиться. Очередная интересная книга в моих покупках от Карин Бойс. Моя доисторическая семья. Это генетический детектив. И я надеюсь, что я правильно поставила ударение у писательницы. Что могу сказать? Тема предков, какой-то истории семьи меня очень интересует. Правда, здесь, конечно, будет рассказываться не про человечество в целом, а только вот про семью данной писательницы. Но мне кажется, что все равно это будет очень интересно читать. Книгу я покупала как раз таки в таком настроении. Мне вот чего-то такого захотелось. Много ли вы знаете о своем прапрадедушке? О родственниках из палеолита? С помощью генетических тестов и археологических данных шведская журналистка Карин Бойс проследила свою генеалогию на протяжении 54 тысяч лет. И узнала много удивительных фактов о далеких предках и себе самой. Моя доисторическая семья, научно выверенный и вместе с тем личный взгляд на большую человеческую семью и ее историю. Могу сказать, что это должно быть увлекательно. Если вас интересует подобная тематика, то присмотритесь. Ну и завершает это видео бездна челленджера Нил Шустерман. Последняя книга, которую я заказывала у Popcorn Books, очень красивого оформления, невероятного. Тут так на обложке и написано «яркий, незабываемый и жизнеутверждающий роман». Данное произведение попало ко мне в корзину из-за того, что здесь поднимается довольно глубокая, тяжелая тема. Кейдену Босху 15. Он отличник, а еще замечательный художник. В последнее время он все чаще бродит по городу наедине со своими мыслями. Друзья и семья замечают, что он стал каким-то растерянным и задумчивым. Кейден много рисует. Рисует что-то чересчур странное и непонятное. А еще ему кажется, что одноклассник хочет его убить. В то же время Кейден путешествует на огромном корабле. Его миссия – добыть несметные сокровища в бездне челленджера. Только вот в настоящем мире бездна челленджера – это бездна безумия, в которую Кейден с каждым днем погружается все глубже. Его жизнь – водоворот безумия. 18+. Моя подруга читала данное произведение, ей понравилось. В принципе, меня тоже интересует какая-то тематика и на настроение что-то тяжеленькое почитать. Будет самое то. Итак, давайте я покажу все книги от Popcorn Books. Вот они все до единой красивые. Заказывала их на kiosk.ru. Все пришли в идеальном состоянии, с прозрачной пленкой. Еще важный момент – они все стоят дешево. Вот правда, рублей 350-400, по-моему, не более того. Но сейчас, правда, в данное время такая цена на книги – это просто ничто. На этом все. Большое спасибо, что уделили мне время. Я надеюсь, вам очень понравилось. Не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки и подписываться на меня в Телеграме и в Инстаграме. Ссылки я оставлю внизу в описании. Эти книжные покупки для меня немного особенные, потому что я их покупала в каком-то трепетном настроении, в каком-то таком наслаждении. Я не знаю, как еще объяснить. Я прям каждую книгу тщательно выбирала, и пока что ни одна из них меня сильно не разочаровала. Я уверена, что когда я буду знакомиться с остальными, еще не прочитанными, они принесут мне только положительные эмоции. И еще раз большое спасибо за просмотр, и до встречи в новом видео. Пока-пока!